Ну что, мальчики и девочки, наконец-то третий прототип светящихся ковров готов. Давайте внимательно посмотрим, что это вообще такое. Это светодиодная панель, суть которой быть ультракомпактной, которую мы можем запихнуть в абсолютно любое место, в том числе и приклеить на потолок в труднодоступные места, в узкие места, туда, где мы не можем поставить сводбокс. В принципе, я думаю, что для фото-видеооператоров штука известная. Но цена совсем не радует. Значит, что она умеет? Она умеет гнуться в трубочку. Соответственно, это очень удобно для ее переноски, потому что можно в тубусе перенести сразу 3-4 панели. Вот, значит. Что изменено? Во-первых, изменена немного конструкция. То есть, теперь она действительно по-настоящему гибкая, а не условно гибкая. То есть, вы можете загнуть уголок, разогнуть уголок, придать ей, в принципе, любую форму. Она вполне себе стоит сама по себе на полу, в отличие от ее китайских аналогов, которые висят только на распорках. Вот. Вы можете подогнуть какой-нибудь краешек, как флаг. Можете этого не делать. Можете, не знаю, пополам ее согнуть. Вот так. Например. Как хотите. Ну, соответственно, яркость, естественно, регулируется. Ох, мать его. Суммарная яркость. Я не знаю, сколько люмен, но это где-то примерно около 120, может быть, 130 ватт. И CRI порядка больше 95%. То есть, в принципе, диоды фотографического качества подходят для профессиональной видеосъемки, фотосъемки. Вот. Сейчас вот еще работаю над блоком управления. То есть, хочу сделать покомпактнее, во-первых, блок питания, чтобы весил поменьше и диммер поудобнее. Вот. Монтируется это все вот на таких вот RC разъемах. То есть, в принципе, когда ты эту панель отключаешь, то остается такой совсем маленький-маленький хвостик, а провода отдельно. Что, в принципе, очень удобно, на самом деле, потому что я абсолютно не понимаю. Вот. Аналоги, которые китайцы делают, они делают зачем-то такой толстенный, огромный блок питания с блоком управления, который вешается на стойку вместе с панелью. То есть, хвостик от панели до блока питания совсем не длинный. То есть, по сути, если я, например, хочу ее куда-нибудь к потолку прилепить на тот же самый, там, гаффер-тейп или что-нибудь в таком духе, то, соответственно, и блок этого питания я должен лепить туда же. Что, по мне, так полный идиотизм. Вот только недавно они начали додумываться до того, что это неправильно. Вот. Так что, всем спасибо. Ждите апдейты. Скоро, мне кажется, они поступят в продажу. Сейчас мы еще потестируем третий прототип немного и в бой.